Министерство обороны США разработало предварительный план борьбы с группировкой ИГИЛ. По словам спикера Пентагуана Джеффа Дэвиса, этот документ опирается на все элементы национальных возможностей дипломатических, финансовых, информационных и разведывательных. План затрагивает не только борьбу с ИГИЛ в Ираке и Сирии, но и в других странах и с другими подобными группировками. Ранее стало известно, что администрация президента США направила запрос на увеличение оборонных расходов на 54 миллиарда долларов. Главная цель получения этих средств – усиление составляющих американских вооруженных сил. Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал ликвидацию налоговой милиции и создание службы финансовых расследований. По его словам, необходимо ликвидировать аппарат насилия над бизнесом. «Новие отношения с правоохранной системой, а с другой стороны, построить систему контроля, но не с точки зрения зловживания. Вот посмотрите сегодня на обычный бизнес. До него вся правоохранная система сегодня звертается. Одночасно отримают по безличу звернений, листов, зупиняют господарскую деятельность. Это может сделать сегодня и соответствующие структуры МВС, и СБУ, и податковой милиции». Компания SpaceX в следующем году отправит космических туристов к Луне. Путешествие продлится около недели и не предусматривает посадку на спутник Земли. Об этом сказал глава компании Илон Маск. Полет совершат на пассажирской версии корабля Dragon. На орбиту его выведет ракета-носитель Falcon Heavy. Два человека уже внесли часть оплаты за предстоящий полет вокруг Луны. Международная выставка классических автомобилей прошла в Лондоне. Там представили восстановленные раритеты прошлого столетия. Этот гоночный автомобиль Испано-Сюиза сделали в 20-х годах для сына Жозефа Дюбуне, создателя знаменитого французского аперитива. А это Lotus Илон 1963 года выпуска. Он весит менее 600 килограммов. Среди собратьев своего поколения Илон был одним из самых легких авто с отличной управляемостью. В этой секции павильона разместилась целая коллекция Феррари. Здесь не хватило бы места, чтобы представить всю историю марки. Так что посетители могут увидеть по 2-3 модели из разных десятилетий. Всего 21 машину. Их совокупная стоимость превышает 140 миллионов евро. Трудно было выбирать, потому что надо представить лучшее из каждой эпохи. Если бы мы этого не сделали, здесь стояли бы 200 автомобилей. Среди экспонатов выставки – классические модели компании Mercedes-Benz. Есть и не совсем обычные участники. Это возрожденные автомобили Alvis британского производителя. В 30-х годах они были одними из самых престижных авто и конкурировали с Rolls-Royce и Bentley. Компания Alvis строила машины с 1919 по 1967 годы. С рынка ее вытеснили массовые автопроизводители. Эта модель воссоздана по оригинальным чертежам и рисункам. «Поскольку у нас есть все рисунки, я взял чертежи шасси, и мы изготовили новое шасси, а также сделали новые детали двигателя». Кузова для воссозданных автомобилей Alvis сделаны вручную. Машины продаются и стоят от 240 до 350 тысяч евро в зависимости от комплектации. Нынешняя выставка Classic Car Show проходит впервые после того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза. По мнению организатора мероприятия, на фоне будущей экономической неопределенности, инвестиции в классические авто – лучшее вложение средств. «После решения о Брексите инвестиции в машины стали значительными. Люди боятся, что покупка недвижимости и банковские вклады не дадут прибыли, а машины – это хорошее, солидное вложение». Впрочем, не все классические авто 100% надежны. Так, спорткар Толман ТГ-183, участвовавший в гонках Формулы-1 в 83-м и 84-м, не смог завершить демонстрационный круг и остановился. Машине пришлось помогать вручную. Выставка London Classic Car Show проходит ежегодно.